Добрый день! Сегодня мы продолжаем изучение раздела «Скорость химических реакций». Откройте тетради, запишите число и тему урока «Катализаторы, ингибиторы». В этой теме также предусмотрено выполнение практической работы номер 3. Сегодня на уроке мы должны с вами запомнить и выучить наизусть такие ключевые понятия, как катализаторы, ингибиторы и виды катализа – гомогенный и гетерогенный. Также мы должны уметь объяснить действия катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. Начнем знакомство с новыми терминами и понятиями по данной теме. Вам их нужно будет выучить наизусть. Катализаторы – это вещества, изменяющие скорость химической реакции или путь, по которому она протекает, но остающиеся неизменными качественно и количественно по окончании реакции. То есть, кратко можно сказать, катализаторы – это вещества, которые изменяют скорость химической реакции, но сами при этом не расходуются. Это краткое определение вы уже знаете из курса 8 класса. Биологические катализаторы белковой природы называют ферментами. Они играют очень важную роль в нашем организме. Превращение в организме белков, жиров и углеводов происходит с участием именно ферментов. Поэтому биохимические процессы идут с очень большой скоростью. Следовательно, катализаторы способствуют более быстрому переходу с системы изначального в конечное состояние. Процесс изменения скорости химической реакции или пути, по которому она протекает, называют катализом. Различают гомогенные и гетерогенные виды катализа. Определение данных видов вы сможете найти в учебнике на странице 63. Гомогенным называют катализ, при котором реагент и катализатор находятся в одинаковом агрегатном состоянии. Например, в газообразном или в жидком. Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. Гетерогеном называют катализ, при котором реагенты и катализатор находятся в различных агрегатных состояниях. Чаще всего катализатор в твердом, а реагирующие вещества в жидком или в газообразном. В качестве гетерогенного катализатора применяют металлы, их оксиды и другие вещества. В случае использования ферментов катализ называют ферментативным. Наиболее известны в быту ферменты, входящие в состав стиральных порошков. Именно они позволяют избавлять белье при стирке от пятен и неприятного запаха. Данное определение вам нужно будет записать в тетрадь и выучить наизусть. Человек с древности использовал катализ, происходящий при выпечке хлеба, варке, пива, изготовлении вина, производстве сыра. Катализаторы не только делают экономичнее производственные процессы, но и вносят значительный клад в охрану окружающей среды. Так, современные легковые автомобили снабжены каталитическим устройством, внутри которого находятся керамические ячеистые носители катализатора, платины и родия. Проходя через них, вредные вещества, оксиды углерода, несгоревший бензин, превращаются в углекислый газ, азот и воду. Перед вами вы видите каталитический преобразователь автомобиля, превращающий оксиды азота, его выхлопных газов в безвредный азот. Наряду с катализаторами существуют также и вещества, которые замедляют скорость химической реакции. Их называют ингибиторами. Ингибиторы служат человеку, уменьшают скорость коррозии металлов, продлевают сохранность пищевых продуктов, предотвращают случайные взрывы чувствительных сотрясений на необходимых в промышленности веществ, замедляют некоторые вредные для живого организма процессы, вызывающие заболевания. И поэтому ингибиторы используют в виде лекарств. Далее мы переходим с вами к выполнению практической работы номер 3. Запишите в тетрадях практической работы номер 3. Тема. Влияние катализатора на скорость реакции. Цель работы. Изучить влияние катализаторов на скорость разложения пероксида водорода и понимать процесс катализа. Оборудование. Штатив с пробирками, пипетки, горелка, спички, лучинка. Реактивы. Растворы. Сульфаты меди, гидроксиды аммония и перекиси водорода. Ход работы. Первое. Нужно прочитать задание в учебнике на странице 65. Второе. Просмотреть видеоопыт, который я вам продемонстрирую чуть позже. Третье. Заполнить таблицу по шаблону. Что делали, что наблюдали. Вид катализа нужно определить. Объяснить процесс с точки зрения теории частиц. И записать уравнение химических реакций. Далее нужно сделать вывод по цели. При написании отчета не забывайте о дескрипторах, которые перед вами на экране. Ну и сейчас приступаем к просмотру видеоопыта. В стаканчик с пероксидом водорода добавляем несколько капель аммиоката меди-2. Пероксид водорода разлагается с образованием кислорода. Клеющая лучинка, опущенная в стаканчик, разгорается. А теперь давайте посмотрим, как был получен аммиокат меди. Для этого берется сульфат меди, который можно купить в любом садовом магазине или хозяйственном магазине. И в него добавляется 10% раствор аммиока, который можно приобрести в аптеке. Приливается избыточное количество аммиока и вы видите, происходит образование ярко-синего такого раствора. Сначала образуется осадок, который затем растворяется и раствор окрашивается в ярко-синий цвет. Аммиокат меди, который получился, является катализатором для разложения перекиси водорода. Сейчас на своих экранах вы видите, как приливает перекись водорода. Реакция экзотермическая, выделяется большое количество тепла. И происходит разложение перекиси водорода на воду и на кислород. Если в образовавшуюся пену внести тлеющую лучинку, вот сейчас вы снова видите данный процесс, реакция очень бурная. Если внести тлеющую лучинку, то лучинка ярко вспыхнет. Данный фрагмент мы могли видеть в начале демонстрации опыта. Этот опыт можно провести также в домашних условиях, соблюдая только правила техники безопасности. Ну и сейчас я еще раз демонстрирую вам дескрипторы, на которые следует обратить внимание при написании отчета. Нам остается записать только домашнее задание. По параграфу 16 выучить определение, закончить отчет по практической работе. И дополнительно я предлагаю вам ссылки, которые вы можете просмотреть, чтобы более детально разобраться в теме данного урока. Желаю вам удачи!